Первый полет Охотника пройдет в автономном режиме. Оружие 16-4-29 мая 2019 Сложность 3.2 Первый полет Охотника пройдет в автономном режиме. Охотник Б Перспективный российский ударный беспилотный летательный аппарат С-70 Охотник Б совершит первый полет в июне-августе 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли. Первый полет аппарата будет проходить в полностью автономном режиме. Охотник проведет в воздухе несколько десятков минут. Первый полет является одним из наиболее важных этапов в программе разработки любого летательного аппарата. Он позволяет проверить правильность конструкторских решений, работу бортовых систем, двигателей, управляемость и аэродинамические качества летательного аппарата. Как ожидается, первый полет Охотника состоится на аэродроме Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. По словам источника агентства, возможно, во время первого полета беспилотника его полетное задание будет корректироваться оператором с земли. Другие подробности о предстоящих испытаниях не уточняются. Ранее сообщалось, что в начале весны 2019 года Охотник успешно прошел испытания подскоками. Во время этих проверок аппарат в автономном режиме разгонялся по взлетно-посадочной полосе, поднимался над ней на несколько метров и сразу приземлялся. Такие проверки первым полетом не считаются. Охотник проходит наземные испытания с ноября 2018 года. Проект ударного беспилотника, разрабатываемый с 2012 года, долгое время оставался засекреченным. В конце января в сети были опубликованы первые фотографии аппарата, проходящего наземные испытания, в том числе и несколько снимков беспилотника с разных ракурсов. Перспективный аппарат создается по схеме «Летающее крыло». По итогам проекта планируется создать беспилотник взлетной массой до 20 тонн. По неподтвержденным данным, дальность полета российского тяжелого беспилотника составит около 6000 км. Скорость полета беспилотника составит до 1000 км в час. Как ожидается, охотника покажут на форуме «Армия-2019», который пройдет в подмосковной Кубинке 25-30 июня. Василий Сычев Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...